Венсполская городская дума проанализировала исполнение городского бюджета за 8 месяцев. Согласно оценке специалистов, процесс исполнения бюджета осуществляется успешно. За 8 месяцев этого года доходы в городскую казну от налогов увеличились более чем на 500 тысяч евро. Это более на 3%. Правда, мы рассчитывали на больший рост. Правда, это мы не заложили как потенциал финансирования, потому что мы очень консервативно подходим к ресурсам, что они будут лучше, у нас больше остатка, чем у нас что-то будет не хватать. И потому у нас остаток средств на счету увеличился почти на 2 миллиона евро. Резерв в бюджете на сегодняшний день составляет более 11 миллионов евро. По словам мэра, серьезное влияние на бюджет оказывает международная политическая и экономическая ситуация. Латвия в целом, в Энспулс, в том числе, очень чувствительна к экономическим санкциям Евросоюза к России. Россия обратные санкции. Например, такая большая отрасль в Энспулсе, как рыбаобработка, где работает около тысячи человек. Примерно половина их потеряла работу. А часть из них устроилась на какие-то вспомогательные работы. Часть ищет работу. Значит, у них меньше доходов, меньше подоходного налога. Значит, тем меньше у нас в бюджете денег. Транзит переживает непростые времена. Из двух причин. Первая, это я бы назвал то, что в Энспулскими терминалами сейчас большинством управляет генпрокуратура. Генпрокуратура делает это очень неумело, криминально плохо. И терминалы, например, калийный терминал, когда-то, когда-то, сейчас, в прошлом году, привозил только 140 тысяч тонн. В этом году там ничего лучшего нет. Угольный терминал новый, вместо того, чтобы грузить в месяц около 500 тысяч, они грузят где-то 250-200 тысяч. В целом, по мнению мэра Венспулса, ситуация с исполнением бюджета в Венспулсе стабильная. Благодаря долгосрочному планированию, согласно которому, в Венспулсе 15 лет назад начали развивать промышленность, а не делать акцент только на транзите. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзымское телевидение.